Каска солдата Второй мировой войны вызвала неподдельный интерес у мальчишек и девчонок. Каждый хотел потрогать, примерить и на секунду почувствовать себя защитником Родины. В честь 80-летия формирования и участия народного ополчения в битве за Москву для воспитанников детского сада «Солнышко» провели урок памяти под названием «За победой». Необходимо приобщать детей к акциям памяти, рассказывать им историю. Историю, которую нужно знать, которую нужно помнить, историю, которой нужно гордиться. И только память поколений сохранит ту ценность, которую невозможно забыть. Детям рассказали о битве за Москву, о быте времен Второй мировой войны и показали письма военных лет. Смотрите, ребята, как интересно. Вот эти вот все листочки, они складывались в маленькие-маленькие конвертики и отправлялись вот такими треугольничками. А знаете, почему они всегда такие маленькие? Готовы узнать, почему? Бумаги не было на фронте. И бумага, это была бумага и карандаш, это была самая главная ценность. Как оказалось, в своем юном возрасте многие отлично знают историю. Кто защищал Москву? Где остановили немецких захватчиков? И почему для химчан противотанковые ежи стали одним из символов победы? Дети смогли правильно ответить на все вопросы. Не все взрослые знают, как ответить зачастую на вопросы о войне. И главное, взрослые имеют право еще подумать как-то. Дети отвечают всегда искренне, сразу и знают, что мы именно страна-победитель. В библиотеке семейного чтения номер один уроки памяти стали доброй традицией. Посетить их может любой желающий. Информацию о новых занятиях можно узнать на сайте библиотеки или в социальных сетях. Продолжение следует...